Итак, господа, я вам предлагаю сервис качественный. Во как! Сервис, снижающий цену на все. Вообще, понять надо, что не в дилерских центрах вам необходимо делать свой автомобиль. Точнее, предлагая цены дилеров для страховых, искать себе место дешевого и качественного сервиса. К слову о том, куда мы приехали, на автомобилистов 5А. Люди, которые ездят на зеленый рыдок, а по сути здесь все качественнее и надежнее, чем в сетевиках, примерно знают то самое место. Это северо-западные гаражи. И на том самом месте, на северо-западе, есть те самые замечательные боксы и телефоны. Что-то стало непонятно тогда, вот вам компьютерная графика. Куда ехать то? На север и на перекресток советская вокзальная. Далее вопрос. Можно проехать на север и уткнуться в автомобилистов? Можно до Ориона и дальше до автомобилистов? И куда ехать становится очевидным? А теперь цены. Есть такое понятие, как клуб. В клубе минимум один шеф. Так вот, этот шеф сам ходит и покупает правильные запасные части. И вы должны понять, что просто отдав свой автомобиль, вы его заберете в нормальном состоянии. Ну и чеки это естественно. Зачем вообще пыркаться? Машина здесь, в машине диагностика. Здесь ремонтируются и механки, и движки. И все не по конским ценам, все правильно. Теперь тема очевидная. Рано или поздно, либо вы, либо в вас. Другой вопрос. Что к вам могут и въехать, и полицейские ничего не сделают. А что потом? Я предпочитаю сделать свой автомобиль быстро и качественно. Ну не могу я такого ехать на рухляне. К слову, косячными машинами могут быть и новые авто. К слову о страховке. Было-то время, когда народ ужасал СМРСов и прочих крутых машинов. Сейчас нет. Но вопрос. На 600-м о 15-ти лет валиться в каку было бы неправильным. Я вас предостерег от посещения дилерских центров. Потому как страховая не выплатит вам суммы нормальные. Другой вариант. Вот такой и правильный клуб. Где ремонт вашего крыла с материалами. Еще раз напомню. Любой вещи с материалами стоит 5000 рублей. Ау! Вы найдете где такого? Сколько будет стоить покраска моей крыла? Вместе с материалом, то есть с грунтом, со шпатлевкой, с работой. Элемент 5000 примерно будет стоить. То есть мы должны сказать, что дешевле практически не найти, да? Ну, постарайтесь найти дешевле. Тут от человека будет зависеть. Кто ищет, то всегда найдет. Но как бы в моих пониманиях, что дешевле, я думаю, что не найдет никто. Давайте переговорим о других вещах. То есть капремонт двигателя, обыкновенный вазовский двигатель. Сколько будет стоить у вас? Ну, вообще у нас как бы в среднем капремонт идет где-то от 10 тысяч рублей. А коробочку отремонтировать? Где-то от 3,5 примерно. То есть мы говорим о том, что вы работаете для магнитогольцев. То есть нет таких дивных центров, где вы в этих дилерские центры. Ну, а заходишь и начинаешь так заезжаешь просто поменять масло. Тебе туда внедряют сумму вашего капремонта. Я этого дела не понимаю. Да, примерно так. Гораздо проще приехать к вам и все сделать по сути. Теперь маленький другой вопрос. То есть машину вам отдаются. Вы тоже можете каким образом сделать? Вам могут машину отдать, вы можете ее привезти. Все это дело. Я просто посмотрел, как вы походили по магазинам. Все это дело сами покупаете. То есть у человека вообще нет никаких проблем? Отдал машину и все нормально? Конечно. Делается для удобства, для клиента. То есть человек приехал, как говорится, и забыл про нее. То есть он приезжает, забирает уже готовый автомобиль. Все, то есть у нас без проблем. То есть можем по чекам отчитаться перед клиентом и так далее. Запчасти мы покупаем именно в специализированных магазинах. То есть запчасти именно заводского типа и так далее. То есть других моментов мы не держим. То есть дешевых где-то гнаться за дешевыми ценами и так далее. То есть мы покупаем запчасти и отвечаем за свою работу. Теперь вопрос о доставке. О доставке любых грузов в любые точки и России, и стран ближнего зарубежья решается легко. К слову, о машинах и о грузчиках. Машины новые – это «Газели» с нормальными кузовами. К слову, о том, как они оборудованы. Здесь, внутри кузова, нет никаких железных элементов. Любая мебель и любая техника доедет спокойно, без сотрясений. Во как! К слову, о цене вопроса. А сейчас станет все ясно. И вот вы другими вещами занимаетесь – это грузоперевозки. Грузоперевозчиков в городе очень-очень много. Я, посмотрев на ваши машины, я понимаю, что у вас машина каким-то образом другим сделана. Все красиво сделано внутри в том числе. Да, мы все машины готовим именно под перевозку мебели. Для того, чтобы мебель не шаркалась и так далее. Во-первых, когда мы перевозим мебель, мы даем гарантию за то, чтобы она не повредилась в нашем автомобиле. Поэтому мы автомобили все свои готовим. Начиная от покрышек и заканчивая внутренними механизмами непосредственно самого кузова. У вас газельки, да? Газельки большие. Какова площадь вашего кузова и каковы размеры? Ну, вообще, как бы, у меня машины 4,20, 3,20, высота 2,10, 2,20. То есть, от 17 до 20 кубов. Ну, у всех грузоподъемность полторы тонны. А ваши машины где могут есть? По всей стране? Да, по всей России. Мы ездим просто везде. То есть, если человек захотел, допустим, переехать из села в Магнитогорск, это может ему сделать? Если человек захотел из Магнитогорска переехать в Москву, ну, такие люди тоже бывают, вы это тоже можете сделать? Без проблем. А какие у вас телефоны, чтобы мы могли к вам обратиться? И вопрос. О, самое забавное. Это не пьяные грузчики. Сколько у вас грузчики стоят? Вообще, грузчики у нас тут от 150 рублей, в зависимости от объема работы, от сложности работы. То есть, там, я, как бы, так сказать, допустим, если упаковывать мебель надо или разбирать, собирать, здесь немножечко выше цена. Если просто обычный типовой переезд, то есть, неси, таскай, то есть, от 150 рублей выработает. А как вам можно позвонить? Ну, пожалуйста, телефончик 45-16-11. Есть еще дополнительный номер 45-20-41. То есть, по этим вашим телефонам вы можете сюда и машину отдать, и взять себе грузоперевозчики. Вечерская служба, то есть, она работает исправно, звонить можно в любое время. В течение 20-30 минут машинка подъезжает уже на адрес непосредственно заказчика. Теперь, возвращаясь к месту, и в данном случае та самая графика. То есть, едем на север по Советской, и на перекрестке с вокзальной можно проехать прямо, а можно проехать через Орион и через торговые ряды на автомобилистов. То есть, это крайне северо-западные гаражи. И вот я честно понимаю правила. В любых гаражах возможно сделать сервисы правильные. А в этом комплексе все вообще круто. Минимальные цены и максимальный результат. Так что же вам еще нужно, господа вы наши? Господа автомобилисты и те, кому необходим переезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова